Здоровье для всех! По таким девизам в этом году проходит Всемирный день здоровья. В городских поликлиниках севастопольцы могут в этот день пройти расширенную диспансеризацию, а также получить консультации узких специалистов без предварительной записи. Держать на контроле свое здоровье лучше, чем бороться с последствиями недугов. Об этом известно многим. Для предупреждения и выявления заболеваний среди населения проводится диспансеризация. Буквально за один день и в одном месте можно сдать анализы и пройти обследование специалистов. Удобно, быстро, информативно. Так как диспансеризация в принципе у нас организована и направлена для того, чтобы выявлять хронические неинфекционные заболевания, соответственно эти заболевания мы и выявляем. Это такие как гипертоническая болезнь, сахарный диабет, атеросклероз. Ну и соответственно онкоскрининг проводится и поэтому выявляются злокачественные новообразования кожи, легких, молочных желез, женских половых органов, мужских. Перед началом обследования анкетирование. С его помощью выявляют возможные группы риска для здоровья пациента. В анкетах мы спрашиваем о каких-либо хронических заболеваниях, какие препараты они применяют, например. Спрашиваем о вредных привычках. Они заполняют анкеты, а мы им помогаем. С анкетой на консультацию к терапевту. Он выпишет направление на анализы и подскажет, какой специалист поможет решить проблему. Без предварительной записи в этот день принимают уролог, дерматолог и невролог. Мы осматриваем пациента. Я как врач-невролог провожу неврологический осмотр, провожу сбор жалоб, анамнеза пациента. И согласно уже и осмотру делаем заключение и выставляем предположительный диагноз. Дальше мы отправляем пациента на обследование, если есть какие-то подозрения на какое-либо заболевание. Прибор дерматоскоп позволяет осмотреть изменения кожных покровов, наличие новообразований, изменение цвета, изменение структуры, формы. Таким образом мы выявляем подозрения на рак кожи. Одна из самых массовых болезней в нашем городе и стране, утверждают специалисты, это сахарный диабет. В Севастополе эндокринологи ежедневно выявляют и ставят диабетиков на учет. Специально для таких пациентов в Севастополе с этого года заработала школа сахарного диабета. Занятия в ней проводятся регулярно. Какие именно и о чем, рассказали желающим в День всемирного здоровья. Человеку объяснить популярно, понятно, доступно, как ему теперь с этим диагнозом жить, потому что он будет сам заниматься самоконтролем, сам будет измерять свое давление, глюкозу. Это обучение, прежде всего, самоконтролю. То есть, на что человек должен ориентироваться, что нормально, что ненормально для него, в каком случае ему нужно обратиться для коррекции терапии, в каком случае нужна ему экстрадемедицинская помощь. Пациенты довольны, и это тоже приятно. Акция помогла сэкономить и силы, и время. Да и качество услуг, по словам горожан, не придраться. Нормально, быстро. Неплохо. Людей не так много. Обслуживаться будет. Там много здесь, и их обслуживать нормально. Подобные дни здоровья в Севастополе проводятся регулярно, и каждый раз охватывают порядка сотни людей. Добрые традиции будут следовать и дальше, ведь здоровье должно быть на первом месте. Ирина Варава, Деливер Меджитов, Новости Севастополя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова